Уважаемые друзья, сегодняшняя лекция наша будет посвящена миостынию. Миостыния – это аутоиммунное заболевание нервно-мышечное, которое сопровождается патологической утомляемостью скелетных мышц. Впервые оно было описано в 1672 году и к 1910 году было накоплено примерно 80 публикаций о данном заболевании. В середине XX века впервые были выявлены при миостыни антитела к ацетилхолиновым рецепторам. И благодаря успехам в понимании патогенеза заболевания и его лечения, заболеваемость и смертность от миостыни сократилась с 80 до 10%. Распространенность этого заболевания составляет в разных регионах от 10 до 24 человек на 100 тысяч населения. Каков же патогенез данного заболевания? В первую очередь надо сказать о том, что у данных больных есть генетическая неполноценность иммунной системы. При врожденной миостыни имеются мутации ацетилхолиновых рецепторов и других белков постсинаптической мембраны. В других случаях имеется сенсибилизация иммунной системы к так называемым миоидным клеткам вилочковой железы, тимуса. И имеется наличие гиперплазии тимуса или тимомы. У больных вырабатываются перекрестные аутоантитела к миоидным клеткам тимуса и ацетилхолиновым рецепторам, или реже к другим структурам, скелетным мышцам, к мышечно-специфической тирозинке найза или ионным каналам постсинаптической мембраны. И происходит блокада этими антителами нервно-мышечной передачи с развитием патологической мышечной утомляемости. Как же классифицируют миостынию? По наличию антител ее классифицируют на серопозитивную, когда есть антитела к ацетилхолиновым рецепторам. Это примерно 80% больных. И серонегативную, когда этих антител нет, это примерно 20% больных. И вот у этих 20%, в 40% случаев выявляются антитела к мышечно-специфической тирозинке найза, скелетным мышцам и ионным каналам постсинаптической мембраны. В оставшихся случаях антитела вообще не выявляются. Существует тимус, зависимая форма. Примерно половина случаев, когда наблюдается патология вилочковой железы на основании КТ и макроскопического исследования, тимус-независимая форма, когда эта патология не выявляется. Клинические типы миостынии. Первый тип – это классическая генерализованная миостыния без тимумы. Такое заболевание начинается в молодом возрасте. Чаще у женщин в возрасте 20-40 лет. Имеются антитела к цитилхолиновым рецепторам, серопозитивная форма. При электромиографии мы регистрируем декремент М-ответов и наблюдаем высокую эффективность антихолиностеразных препаратов. На первый тип приходится 70% больных. При втором типе миостыния имеется сочетание постсинаптических и пресинаптических нарушений. Это 20% случаев. Это генерализованная форма в сочетании с тимумой и другими новообразованиями, которая является серопозитивной. И второе – это туловичная форма без тимумы. Серопозитивная – есть антитела к цитилхолиновым рецепторам и антитела к титину скелетных мышц. Высокая частота кризов и антихолиностеразные препараты неэффективны. Третий тип, на который приходится примерно 10%, это нарушение образования группировок ацетилхолиновых рецепторов и нарушение функции ионных каналов постсинаптической мембраны. Это так называемая краниобульбарная форма миостыния и бестимомы, которая характеризуется более тяжелым течением, отсутствием антител к ацетилхолиновым рецепторам и титину, но наличием антител к мышечно-специфической тирозинкиназы. Антихолиностеразные препараты неэффективны. По степени генерализации миостыния классифицируется на генерализованную форму с бульбарными нарушениями и без них, с дыхательными нарушениями и без них, а также на локальные формы – глазную, туловищную, мимическую и краниобульбарную. По типу течения выделяют миостынический эпизод, который может проходить без лечения, миостыническое состояние, когда патологическая мышечная утомляемость не нарастает, но и не проходит, и также более тяжелые формы – прогрессирующую и злокачественную миостынию. Также классифицируют миостынию по фармакореактивности на введение антихолиностеразных препаратов. Если при их введении мышечная сила полностью восстанавливается до 5 баллов, то это полностью компенсируемая форма. Неполностью компенсируемая форма – это когда сила при введении препаратов восстанавливается до 3-4 баллов, частично компенсируемая до 1-2 баллов, и докомпенсированная, когда, соответственно, нет реакции на антихолиностеразные препараты. Какая же клиника этого заболевания? Как правило, у больных возникают птоз, опущение век, иногда асимметрично, и другие глазодвигатели нарушения, но при этом сохраняются зрачковые реакции. Когда имеют место миостенический или холиноргический криз, зрачковые реакции нарушаются, возникает либо миоз, либо медриаз, однако никогда при миостении не бывает анизокория, что отличает ее от другого миостенического синдрома – ботулизма. Характерны также гипомимия, логофтальм, возникает бульбарный синдром, нарушение речи, голосообразования, глотания, наблюдается слабость мышц шеи, преимущественно разгибателей, возникает свисающая шея, развиваются парезоскелетные мускулатуры со слабостью сфинктеров, возможное недержание мочи, кала. При проверке сухожильных рефлексов, характерно их угасание или истощаемость, мышечная слабость у больных нарастает к вечеру, и после прозыриновой пробы и назначения антихолиностеразных препаратов симптоматика может исчезнуть или может уменьшиться. Но, поскольку есть формы с реактивностью, на них может и не измениться. Диагностика миостении заключается в специфической электромиографической диагностике. Первое – это декремент-тест. Сначала мы стимулируем периферический нерв с отведением от мышцы. Как правило, это все-таки дельтовидная мышца и стимуляция в точке Эрба с частотой 3 Гц. И при миостении мы получаем снижение амплитуды М-ответа при ритмической повторной стимуляции с развитием декремента более 15%. При этом первый М-ответ всегда нормальный по амплитуде, и он уменьшается от первого к третьему, а затем не уменьшается в классическом варианте. Дальше проводится тетонизация, стимуляция нерва с частотой 50 Гц. Это очень болезненная процедура, при которой мы видим нарастание декремента М-ответа и снижение его амплитуды. Через некоторое время с частотой 3 Гц мы снова стимулируем периферический нерв и видим, что амплитуда М-ответа немножко увеличивается и декремент немножко уменьшается. Это так называемое посттитаническое облегчение или фасилитация. И еще через некоторое время, соответственно, стимулируя периферический нерв с частотой 3 Гц, мы видим феномен посттитанического истощения, когда декремент опять увеличивается, а амплитуда М-ответа уменьшается. После проведения декремент-теста проводится прозыриновая проба и где-то через 40 минут нужно повторить клинический осмотр больного и провести это исследование повторно. Вот эти изменения, декремент М-ответа исчезают или сглаживаются при тех формах миостении, когда наблюдается реакция на антихолиндерсторазные препараты. Вот так выглядит декремент-тест. Постепенно уменьшаются амплитуды М-ответов. Если говорить про игольчатую миографию премиостении, то денервационной и спонтанной активности мы не увидим. Рутинная эта методика премиостении не применяется. В мышцах, где есть парез, возможность снижения амплитуды и длительности потенциалов двигательных единиц при локальных и генерализованных формах миостении. Описано, что при туловищной форме миостении с антителами к тетину, наличием атрофии мышц, возможно, спонтанная активность мышечных волокон. При холинергическом кризе, когда имеет место передозировка антихолиндерсторазных препаратов, мы можем при игольчатой миографии зарегистрировать фосцикуляции, которые мы видим и на глаз при клиническом осмотре. Описано, что спонтанная активность мышечных волокон возможно при прогрессирующей и злокачественной миостении в параспинальных мышцах. И, наконец, есть игольчатая методика, позволяющая регистрировать миостенические нарушения, а именно нарушение проведения возбуждения между волокнами одной двигательной единицы. Это так называемая методика джиттер. Тоже рутинно она в нашей стране не применяется. К другим методам диагностики миостении относятся сирологические методы. Именно выявление антителкацетилхолиновым рецептором, скелетным мышцам, тетину, мышечно-специфическая тирозинкиназия. Это спирография. При миостении нужно оценивать степень выраженности и наличие дыхательных нарушений у пациента. Также используется компьютерная томография средостения, которая выявляет тимому в переднем средостении участие пациентов. Важно оценивать также электролитный состав крови и оценивать кислотно-щелочное равновесие при кризовом течении миостении. При кризовом течении миостении возможны две ситуации, даже три ситуации. Миостенический криз, который сопровождается развитием у больного признаков симпатикотонии, а именно тахикардии, артериальной гипертензии, ангидроза, запоров, бронхоспазма. Это прогрессирование миостенического состояния. При передозировке антихолиностеразных препаратов возможен холинергический криз, при котором регистрируются признаки парасимпатикотонии. Противоположные признаки, а именно брадикардия, артериальная гипотония, гиперсоливация, диарея, бронхорея, фосцикуляция. Наиболее информативные симптомы холинергического криза – это зрачковые нарушения и наличие фосцикуляций. И надо сказать, что бывают и смешанные кризы. Первая стадия этого криза проходит как миостенический, а вторая – как холинергический. В 20% случаев миостения манифестируются в виде кризов. То есть первично пациент приходит в стационар в тяжелом состоянии, а в 20% случаев криз развивается в течение года заболевания. Кризы провоцируют такие факторы, как инфекция. Например, если у больного с миостенией есть нарушение глотания, возможно, аспирационная пневмония, попадание кусочков пищи в легкие. Также грипп, другие острые респираторные вирусные инфекции могут провоцировать криз. Операции. Кризы возможны после удаления тимуса. Беременность, аборт и роды, да и, естественно, передозировка антихолинэстеразных препаратов. Если говорить об особенностях течения кризов, здесь нужно отметить следующее. Возможно, здесь будет выражена избирательная слабость, краниобульбарные дыхательные мускулатуры. И могут не страдать сила мышц конечностей. И если мы проводим лечение, возникает неодинаковая обратимость слабости в разных групп мышц. Если мы проведем фармакологическую пробу, введем прозерин, вот здесь показано, в каких дозировках он вводится, то миостенический криз сопровождается некоторым уменьшением симптоматики, но неоднородным уменьшением в разных групп мышц. Далее вводится сразу же атропин, да, и мы оцениваем результат действия в течение 40-90 минут. При холинергическом кризе прозерин ухудшает симптоматику, да, и затем вводится атропин, который приводит все в противоположное состояние. Конечно, в некоторых случаях нужно ориентироваться на клинические признаки. Иногда результаты фармакологической пробы неотчетливы. С чем нужно дифференцировать миостению? Значит, это более редко встречающиеся состояния. Это миостенический синдром Итона-Ламберта. Это миостенический синдром при патологии щитовидной железы. Миостенический синдром может иметь место при полимиозите, при некоторых полинеэропатиях. При гликогенозах Маккаргля и болезни Андерсон также может выявляться миостенический синдром и декремент-тест. Очень редко при боковом миотрофическом склерозе бывает декремент-тест чуть больше, 15%, где-то 20%. И, наконец, ботулизм и лечение препаратами ботулотоксина. Но здесь будет другая электромиографическая картина. И при лечении аминогликозидными антибиотиками и депенициламином тоже может быть миостенический синдром. Электродиагностика при синдроме Итона-Ламберта. Это по патогенезу иной миостенический синдром. При ботулизме, при синдроме Итона-Ламберта возникает блокада на уровне пресинаптической терминалии, а не постсинаптической. И если миостения характеризуется нисходящим течением, сначала поражаются краниобульбарные мускулатуры, а потом мышцы туловища и конечности, то при синдроме Итона-Ламберта имеется восходящее течение. Все начинается со слабости ягодичной мышцы, сутиной походки, нижнего парапореза, со снижением сухожильных рефлексов. И для таких больных характерен феномен вырабатывания. То есть по мере выполнения физической нагрузки мышечная слабость уменьшается. Также при синдроме Итона-Ламберта возможно вегетативная мозжечковая симптоматика. В некоторых случаях глазодвигательные нарушения при этом синдроме наблюдаются редко. Более чем в 50% случаев синдром Итона-Ламберта является парно-пластическим и сочетается с раком легкого предстательной железы, некоторыми опухолями других локализаций. Если мы сделаем игольчатую миографию, то увидим низкую длительность и высокую амплитуду потенциалов двигательных единиц без спонтанной активности, как при нейропатиях. Как я уже сказал, антитела при этом синдроме вырабатываются к пресинаптической мембране и имеется наличие как декремента, так и инкремента М-ответов. Если мы начнем стимулировать периферический нерв пациента, могут быть здесь погрешности, потому что первым поражаются мышцы тазового пояса, мы стимулируем бедренный нерв, то при стимуляции с частотой 3 Гц возникает декремент исходно сниженного М-ответа от первого к пятому. То есть если при миостынии первый ответ по амплитуде нормальный, то при синдроме Эйтен-Ламперта он сниженный, как и при ботулизме. Если при миостынии декремент возникает от первого ответа к третьему, то при синдроме Эйтен-Ламперта и ботулизме декремент от первого ответа к пятому равномерно идет. И на титонизацию в 50 Гц возникает инкремент М-ответов до 100-200%. При дальнейшей стимуляции с частотой 3 Гц мы тоже видим декремент несколько увеличившегося по амплитуде М-ответа равномерный от первого к пятому. Таких как таковых феноменов посттитанического облегчения и истощения нет. И нет реакции на прозыриновую пробу. Вот так выглядит инкремент М-ответов при синдроме Эйтена-Ламперта, ботулизме, передозировке препаратов ботулотоксина. Лечение миостыния. Первое, что здесь нужно сказать, это антихолиностеразные препараты. Это неустегминометилсульфат или прозырин. Он существует в таблетках по 15 мг. И в инъекциях 0,5% раствора. Длительность действия препарата 2-4 часа. И препарат, который пролонгированного действия, который применяется в рутинной клинической практике. Прозырин применяется больше для проведения фармакологических проб и для дифференциальной диагностики кризовых состояний, при лечении кризов. В рутинной практике применяется передостегминабрамид или калимин в таблетке по 60 мг, который действует 4-6 часов. Назначается один базовый препарат больным миостыней. Комбинации этих препаратов не используются. Есть и другие препараты, которые влияют на нервно-мышечную передачу. Другие антихолиностерозные препараты. Аксазил, нейромедин или эпидокрин. Они не используются из-за слабого эффекта. Но они могут использоваться при миостынических синдромах, кроме синдрома Эйтен-Ламберта и ботулизма. Галантамин, препарат, который применяется для лечения болезни Альцгеймера, действует 8-12 часов. И препарат дестигминабрамид или убретит, который действует 10-20 часов, не используется из-за того, что эти препараты дают кумулятивный эффект. И при их применении существует высокий риск холенергического криза. Следующая группа препаратов, которая является базовой, это препараты калия. Если раньше применялся хлорид калия в порошках по 1 грамму 3-4 раза в день, то сейчас есть другие формы препаратов калия. Калий нармин, аратат калия, калий нор, примерно 3 таблетки в день. Также больным рекомендуют соблюдать диету, богатую калием. Это творог, печеный картофель, курага, изюм бананы. Парентерально хлорид калия может использоваться при кризах. 10% раствор, 30 мл, вводится скорость 20 капель в минуту на 500 мл глюкозы 5%, а не натрия, не физраствора. Натрий может нарушать метаболизм калия. Физраствор не используется. Также применяются калийсберегающие диуретики. Спиронолактон или вершпирон, 25 мг, одна таблетка 3 раза в день. Следующим шагом, если мы не видим достаточной эффективности и компенсации на фоне применения антихолиностеразных препаратов у больного, и если мы при компьютерной томографии средостений выявили ТИМОМО, идет речь о целесообразности ТИМОКТОМИИ, удалении ТИМОМО или ТИМУСА. ТИМОКТОМИЯ производится при наличии ТИМОМО, при наличии кризов, при недостаточной эффективности терапии, прогрессирующем в злокачественном течении болезни, при крайнеобульбарной форме с антителами к мышечно-специфической тирозинокеназии и неэффективности антихолиностеразных препаратов и кортикостероидов. ТИМОКТОМИИ не проводят в пожилом возрасте, ее заменяют лучевой терапией, когда у больного есть ТИМОМО. Не проводят при тяжелых сопутствующих заболеваниях, при обострении, при глазной форме, при стабильном течении. Здесь на рисуночке показано КТ-средостение больного с ТИМОМОМОЙ. Стрелочка указывает на довольно большую ТИМОМОМУ в переднем средостении. При первом типе миостении ТИМОКТОМИИ эффективна в 65% случаев, при втором типе в 24% случаев, при третьем типе в 15% и в 7% случаев. После ТИМОКТОМИИ заболевание обостряется или развивается миостенический криз. Поэтому перед ТИМОКТОМИИ применяются еще дополнительные методы лечения, о которых мы поговорим до этого, позже. А именно глюкокортикостероиды. Стероидные гормоны, показанные больным миостении, при неэффективности антихолиностеразных препаратов и ТИМОКТОМИИ, их назначают в пожилом и старческом возрасте при прогрессирующем течении и при глазной форме. Лечение проводится с улумидрулом 1000 мг в течение трех дней внутривенно-капельно. Естественно, нужно озвучить показания. Это миостенический криз. Мы говорили с вами, что 20% случаев – это начало миостении с криза. Это декомпенсация состояния при прогрессирующем течении, злокачественное течение. Проводят пульсотерапию также перед ТИМОКТОМИЕ при тяжелой миостении и при третьем типе. Дальше используется таблетированная форма препаратов. Это преднизолон в дозе 1 мг на 1 кг массы тела в сутки. Понятно, что стероидные катроны назначаются дробно с 9 до 12 часов в первой половине дня, в 4 приема. Примерно, если масса тела 70 кг, то где-то по 17,5 мг. В 9, 10, 11, 12 часов. Конечно, порции запивать альмагелем, использовать гастропротектор в избежании развития язвы. Амепрозол 10-20 мг по одной таблетке 1-2 раза в день. При хроническом приеме кортикостероидов нужно оценивать риск переломов, измерять уровень кальция ионизированного, общего, остеокальцина, витамина D. Измерять, оценивать коагулограмму, оценивать глюкозу крови, она может повышаться. Стероидный диабет может развиться. Срок снижения дозы с переводом на поддерживающую терапию достаточно вариабельен. Он зависит от скорости компенсации процесса. Следующая группа препаратов, которые применяются при миостыне, это иммунодепрессанты. Обычно применяют азотиоприн в дозе 50 мг по одной таблетке 1-3 раза в день. В течение 2-3 месяцев препарат дозу увеличивают. Препарат эффективен у 80% больных, но полный эффект наступает в течение полугода приема. Дальше снижают препарат до поддерживающей дозы 50 мг. При назначении азотиоприна больной продолжает получать антихолиностеростные препараты, стероиды, препараты калия, калий, сберегающие диуретики. Редким осложнением терапии препарата азотиоприн является появление нейромиотонического синдрома, который имеет свои характеристики на электромиографии. При прогрессирующей злокачественной форме миостыни используют другой цитостатик циклоспорин в дозе 3-5 мг на кг массы тела в течение 3-4 месяцев. При неэффективности циклоспорина используют циклофосфамид 6-12 г на курс в виде внутримышечных инъекций. Также используют плазмоферез. При кризах, прогрессирующем злокачественном течении, ухудшении после тимоктомии, неэффективности гормонов и цитостатиков, в процессе подготовки к тимоктомии перед операцией при тяжелых формах с риском ухудшения, проводят 3-5 сеансов ежедневно или через день с обменом 1-2 литров плазмы за день и 5-10 литров плазмы за курс плазмофереза. Дорогостоящим препаратом, который может быть применен при миостыне, являются иммуноглобулины в дозе 0,4 г на кг массы тела, здесь опечатка, в сутки, 5 дней повторные курсы через 3-4 месяца. Это уже тоже применяется при неэффективности другой терапии, менее дорогостоящей. В межприступном периоде больным миостыне можно назначить иммуномодуляторы, такие как тимогенты, активин, тимолин в виде внутримышечных инъекций. Что противопоказано при миостыне? Очень много препаратов, которые могут вызывать дыхательные нарушения, усиливать мышечную слабость. Давайте на этом остановимся. Из антибиотиков нельзя при миостыне применять аминогликозиды, которые сами могут вызвать миостынический синдром, нельзя применять фторхиналоны, ну и даже тетрациклин. Нельзя применять миорелаксанты, курароподобные препараты, снотворные транквилизаторы, гомк, барбитураты, морфины. Хинин не используется при родовспоможении у беременных при миостыне. Хинидин нельзя применять при нарушениях ритма. Нежелателен прием нейролептиков и антидепрессантов. Нельзя применять бета-блокаторы, депенициламин, который тоже может вызывать миостынический синдром. Нежелательны антагонисты кальция и ганглиоблокаторы. И не используются фторсодержащие кортикостероиды. Дексаметазон не используется, только преднизолон. Если имеется кризовое течение миостыни, миостынический криз, то вводят внутривенно прозырин 1 мл, а через 15 минут внутримышечный 2-3 мл, или калиминфорта внутривенно или внутримышечно. Больного переводят на искусственную вентиляцию легких. После этого антихолиностразные препараты не вводят. Показанием к переводу на ИВЛ является частое дыхание, участие в вспомогательных мышц дыхания, возбуждение, потеря сознания, отсутствие эффекта парозырина. Дальше проводится пульс терапия с алумидролом, внутривенно вводится хлорид калия, проводится плазмоферез или иммуноглобулины. Или-или, плазмоферез, и одновременно иммуноглобулины проводить нельзя, потому что иммуноглобулины все удалятся после плазмофереза из организма. Выбирают один метод из этих двух. Проводят коррекцию сердечно-сосудистых нарушений, и для профилактики аспирационной гипостатической пневмонии назначается антибиотикотерапия. Из антибиотиков можно аксоцилин, пенициллин вводить. При холинергическом кризе отменяются антихолиностеразные препараты, вводится 0,5-1 мл тропина, 0,1% раствора внутривенно. Прозырин в течение суток после искусственной вентиляции легких не вводят, тоже переводят на искусственную вентиляцию легких. И плазмоферез, и антибиотикотерапия. Неинвазивная масочная вентиляция легких у больного с миостыней при наличии бульбарных нарушений, расстройств речи, глотания, избыточном выделении секретов из полости трахеи ротоносоглотки неэффективна. Только искусственная вентиляция легких эффективна, с возможностью эвакуации этих секретов. При беременности больным назначают с миостыней антихолиностеразные препараты. Препараты калий и калийсберегающие диуретики проводят плазмоферез. Возможно назначение стероидных гормонов и иммуноглобулинов. Грудное вскармливание запрещают, потому что нельзя передавать патологические антитела ребенку. При прогрессирующем и злокачественном течении миостыней рекомендовано прерывание беременности. И, как я уже говорил, хинедин для стимуляции родовой деятельности противопоказан. Смешанный криз лечится с помощью искусственной вентиляции легких, плазмофереза, внутривенного введения хлорида калия. Первая фаза криза миостыническая ведется как миостынический криз. Вторая фаза криза холиэнергическая. Если в нее перешел смешанный криз, ведется как лечение холиэнергического криза. В нашей стране существует миостынический центр, московский миостынический центр под руководством профессора Александра Георгиевича Санадзе. Ранее это был единый центр. Когда-то некоторые специалисты перешли из него работать в научный центр неврологии, некоторые перешли работать в больницу имени Симашко. Но надо сказать, что в целом в нашей стране неплохая школа по миостыни. Есть специалисты, есть к кому обратиться. Такие больные обращаются периодически к нам в клинику, как к клинику, занимающуюся нервно-мышечной патологией. Мы можем предложить клинический осмотр опытным неврологам, возможно, выездная консультация в стационар, если это нужно. Проводится стимуляционная миография, декремент-тест, при необходимости игольчатая миография, но джиктор не проводится. Естественно, может быть проведена и прозыриновая проба. Серодиагностика миостыния, интерпретация КТ-средостения, направление на хирургическое лечение, лучевую терапию. Консультация проводится по сопутствующим заболеваниям, это консультация терапевта, спирография, динамическое наблюдение. Лечение в дневном стационаре у нас не проводится. Мы можем вести, как такое амбулаторное учреждение, больных с относительно стабильной миостыней. Но, по нашему мнению, миостыния – это заболевание, которое при неправильном введении или при определенном, более тяжелом течении на фоне каких-то провоцирующих факторов может утяжелиться, может возникнуть обострение. Такое состояние всегда требует стационарного лечения и наблюдения за динамикой клинических симптомов пациента на фоне, в том числе, лечения антихолиста разными препаратами в условиях больницы, стационара. Уважаемые друзья, в студию поступило несколько вопросов. Сейчас мы постараемся на них ответить. Первый вопрос касается препаратов торхиналоны. Относительно ли абсолютные противопоказания ко всем препаратам этой группы? Сообщается о том, что ухудшение у пациентки с миостыней возникло после приема суммамеда, достаточно быстрая. Честно говоря, суммамед – это макролидный препарат, насколько я знаю. Детально не могу сказать по конкретным препаратам, потому что нет такой статистики. Имеются сведения лишь о том, что эти препараты могут также усиливать патологическую мышечную утомляемость. Возможно, в данном случае ухудшение было связано с этим фактом. С антибиотиками нужно быть вообще при миостыне очень осторожными. Пенициллин, оксоцилин – да. Остальные антибиотики нужно, конечно, с очень большой осторожностью употреблять. Как вы относитесь к выражению миостынея без гормонов не лечится? Есть разные формы миостынея. Некоторые из них эффективно лечатся антихолиностеразными препаратами. Все зависит от того, какая у вас форма миостыния. Следующий вопрос. Девушке генерализованная форма миостыния 26 лет. По компьютерной томографии описывают инвалютивные изменения вилочковой железы. Низкая эффективность антихолиностеразных препаратов. Если описывают инвалютивные изменения вилочковой железы, то это не тимома. Но здесь в зависимости от типа течения данного вида миостыния все равно речь может идти о тимоктомии. Если миостыния тяжелая, то, конечно, нужно перед тимоктомией готовить определенным образом. Мы говорили о пульсотерапии с омидролом, возможно, плазмоферез или иммуноглобулины. Без каких-то более подробных клинических характеристик сложно сказать. Следующий вопрос. Эффективно ли лечение иммуноглобулином при тяжелой миостынии в дозе 2,5 мг до 5 раз? Спасибо за хороший отзыв о лекции. Я, к сожалению, не имею личного опыта лечения больных миостынией иммуноглобулином. Как я себе представляю, иммуноглобулин помогает при миостынии, помогает снять обострение. Его вводят раз в 3-4 месяца. Но я так понимаю, что его назначают в том случае, если какая-то более экономически доступная терапия этого заболевания не дает значимого эффекта. Поэтому я бы все-таки не рекомендовал начинать лечение миостынии с иммуноглобулинов. Нужно попробовать антихолиностерозные препараты, нужно попробовать стероидные гормоны, тимоктомию, плазмоферез. Все-таки иммуноглобулины, на мой взгляд, при миостынии – это такая терапия отчаяния. Вопрос Людмилы. Вы ничего не сказали о нейромедине. Назначают ли вы при миостынии? Я упоминал нейромедин в лекции. Нейромедин или эпидокрин при миостынии не используют, потому что он оказывает очень слабое воздействие. Его не используют. Следующий вопрос задает Олеся. Могут ли изолированные нарушения дыхания свидетельствовать о миостынии? На электромиографии типичные признаки миостынического типа передачи. С чем дифференцировать? Стандартная терапия, миостыния неэффективная. Олеся, вот здесь мы должны вспомнить о том, что существует третий тип миостынии. Это так называемая краниобульбарная форма, 10%. И при кризовом течении как раз возможно изолированное поражение дыхательной мускулатуры, изолированная дыхательная недостаточность. И понятно, что если мы имеем здесь третий тип миостынии, конечно, антихолиностеразные препараты будут неэффективны. Здесь мы уже должны, очевидно, использовать пульс-терапию стероидными гормонами. Возможно, азотиаприн подключить или циклоспорин, или при неэффективности циклофосфамид. Возможно, дополнить все это плазмоферезом. В случае неэффективности можно провести терапию иммуноглобулинами внутривенно. И здесь, конечно, нужно подумать о дыхательной поддержке. То есть такой больной должен лечиться в стационаре, чтобы в стационаре было реанимационное отделение, чтобы мы могли проводить искусственную вентиляцию легких обязательно. Ольга задает вопрос. Спасибо, Ольга, за благодарность относительно лекции. Ольга спрашивает, нужно ли применять препараты калия, если калий в крови в пределах нормы. Ольга, нужно применять премиостыни препараты калия вне зависимости от того, в норме калий или нет. Потому что препараты калия, премиостыни позволяют дополнительно снизить патологическую мышечную утомляемость. Нужно применять препараты калия, нужно применять калий, сберегающий диуретики, вирушпирон. Уважаемые коллеги, вопросов в студии больше нет. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до следующей лекции.